Добрый день, дорогие друзья! С вами Авдотья Федорова на канале Звездные секреты. 23 февраля Димаш Кудайберген выступит в Екатеринбурге на новой сцене в Конгресс-центре, которая станет достойным обрамлением для его потрясающего вокала. А сегодня Димаша со всей его командой встретили радостные поклонники в аэропорту Екатеринбурга. Среди них были неприятно знакомые лица. Это представитель DQ Parfum и, конечно, почитатели таланта Димаша. Не будем их перечислять, вы с ними и сами знакомы. Некоторых мы видели и на других встречах Димаша, и на недавних концертов. Сколько же у всех встречающих любви к артисту, которая позволяет прилететь раньше всех и уже ждать его, чтобы снова еще раз увидеть и сказать слова благодарности, и просто поскандировать в общем хоре радостно «Димаш, Димаш». Каждая новая встреча артиста во время этого тура в аэропорту становится все лучше и цивилизованнее. Приятно, что учитывается опыт предыдущих встреч. Спасибо уральцам и на этот раз рядом с Димашем опять был внушительного вида мужчина, скорее всего, обеспечивающий охрану на всякий случай. В зале работал и вещал единый руководитель, организовавший встречавших артиста-фанатов в четкий почетный коридор, большинство из которых держали флажки Казахстана. Думаю, Димашу и его сопровождающим было приятно видеть флаги своей страны вдали от родины. К этому моменту уже был заготовлен и большой красивый букет из красных роз и необычный подарок, сделанный, скорее всего, местными умельцами – шахматы из природного драгоценного камня Змеевика. И дарила и говорила основную речь девушка в необычном красивом костюме хозяйки Медной горы, да еще и с кокошником на голове. Речь была простая, четкая и в то же время очень душевная. Пожелала хорошего концерта и всемирной любви. Субтитры создавал DimaTorzok В общем, все произошло четко, быстро и не утомило Димаша. Чувствовалось, что он, конечно, бодрится, но нуждается в отдыхе после дороги. Помните, он недавно пообещал нам в интервью, что после тура по европейским городам сможет отдохнуть аж две недели, во что, конечно, мало верится. Так и проведет свой отдых в студии за записями. Димаш после принятия подарков и приветствий прошел к машине. А идущих за ним друзей и отца Димаша, Каната Айдваева, фанаты, конечно, не смогли так просто оставить без внимания. Хоть Ерлан Бекчурин и вез, кроме своего чемодана, еще и часть подарков Димашу – красивый чемоданчик каменных шахмат, все равно фанаты его творчества остановили, приобняли и, конечно, сфотографировались с ним. К всеобщей радости встречающих им удалось также сфотографироваться и с барабанщиком Димаша, и с бэк-вокалисткой Джордан Ральхелян, и с папой Димаша. Он всегда радует Диас своим вниманием, автографами и фотосессиями. Всегда, глядя на огромное количество подарков, хочется узнать, где же они хранятся. Думаю, было бы здорово их собрать в кабинете Димаша Кудайбергена в его институте. Там и места много, и люди всегда хотят посмотреть историческое место. А со всеми собранными картинами, подарками, это был бы этакий выставочный зал всенародной любви к певцу. Помните, мы рассказывали о туристических турах по местам учебы Димаша? Вот как раз этот кабинет станет обязательным местом посещения. Приехавшие дарители подарков всегда смогут увидеть, что все хранится как надо. Конечно, это будет не музей, как поле чудес, а хороший салон высокого искусства. Порадовало сегодня и то, что в аэропорту у встречающих были достаточно хорошие устройства для снятия видео. Пусть это и телефоны, но со стабилизаторами. Эх, еще бы располагали они их. Вообще было бы здорово, чтобы мы имели полную картину, а не урезанную вертикально. Дорогие друзья, большое спасибо за внимание и поддержку, которую мы получаем от вас в нашей группе на фейсбуке, инстаграме и даже просто тут в комментариях от наших зрителей из разных стран Италии, Японии, Перу, Китая и так далее. Будем стараться выходить на канале чаще. Ваши добрые слова вселяют бодрость и желание работать для друзей. Всем большой рахмет и отличное настроение. С вами была Авдотья Федорова на канале Звездные секреты. Субтитры создавал DimaTorzok